Добрый вечер, друзья! Рада приветствовать вас снова в этой комнате. Так, сейчас настроим. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, как меня видно. Нужно ли прибавить или убавить звук. Ну что, друзья, мы продолжаем нашу серию вебинар-тренингов на тему, как управлять и вести блог на WordPress эффективно, не бояться этого инструмента и, в общем, использовать его по полной. То есть он дает какие возможности, такие возможности используйте. Главное, не бояться. Это очень важно. Перед тем, как мы начнем, я бы хотела спросить, есть ли нас кто-то в аудитории, кто пришел первый раз и кто еще никогда не был на наших занятиях. Я тогда буквально пару слов скажу, что это за мероприятие, потому что урок у нас уже 27-й. Отлично. Галина. Да, Галина, добрый вечер. Еще кто-то есть? Виктор, добрый вечер. Отлично. Хорошо. Замечательно. Я рада вас приветствовать. Замечательно, что вы присоединились тоже. Ну тогда вот для вас пару слов скажу, что это за вебинар-тренинг. Каждый раз я начинаю именно с этого. И, значит, это уже 27-е занятие. Предназначается он для тех, у кого есть уже блог на WordPress, или, по крайней мере, вы собираетесь его завести, и хотели бы освоить этот инструмент и вести блог более эффективно, не обращаться к специалистам, к фрилансерам и управлять им как профессионал. То есть вообще-то администратору, вы владелец блога, вы пишете статьи, соответственно, вы должны и уметь администрировать его. Во время администрирования, во время ведения блога происходит масса нюансов, которые желательно знать и знать, как с ними справляться. Это могут быть технические какие-то составляющие, какие-то, может быть, в процессе ведения фишки, например, как вставить видео с видеохостинга, как загрузить на хостинг и так далее. То есть таких моментов очень много возникает, и чтобы не чувствовать себя скованным и не знать, как реализовать те или иные вещи, которые вы бы хотели сделать на блоге, мы как раз и проводим вот эти занятия, они предназначены для этого. Для какой-то конкретной аудитории у нас не предназначены эти занятия, то есть я имею в виду, мы не ориентируемся на какой-то уровень знаний, да, то есть только для новичков или только для продвинутых пользователей. Материал очень разный, и вот кто постоянно ходит, подтвердят, что бывают очень простые темы там совершенно, да, бывают такие сложные, бывают очень сложные для продвинутых. Вот, ну все это как бы я стараюсь как можно проще давать, чтобы это было понятно, доступно, тем более, что записи всегда есть, вы можете вернуться к этим записям, если вот возникнет необходимость. Сегодня вы послушали, ничего не поняли, завтра вы начали что-то применять, и возникли вопросы, вы можете сюда вернуться и посмотреть, восстановить это в памяти. Изначально этот тренинг предполагался для пользователей шаблона об Inspiration, для тех, кто не знает, это шаблон, который уже существует три с лишним года, развивается, был создан специально для новичков, для людей, которые приходят в интернет и хотят самостоятельно создать и профессионально настроить бизнес-блог, такой инструмент, который позволяет вам, как владельцам, продвигать ваш бренд, продвигать ваш, ну, себя через интернет, ну, в общем-то, становиться предпринимателем, да, в то же время продвигать вашу продукцию и привлекать аудиторию, налаживать с ней контакт. Вот, такой инструмент создается не просто, если, допустим, подойти к нему просто, ну, так, поставить шаблон, поставить какие-то плагины, то он будет не очень функциональным. Поэтому вот для новичков, чтобы не обращались к специалистам, чтобы не тратили больших денег за такую настройку, был создан шаблон об Inspiration, который позволяет даже новичкам самостоятельно создать и настроить профессионально бизнес-блог и вот с помощью этих уроков управлять им эффективно. Но потом мы решили, что на самом деле такой материал может полезен не только пользователям шаблона об Inspiration, но и всем желающим. Поэтому каждый раз к нам приходят новенькие, присоединяются к нам, слушают, скачивают материалы и учатся. Многие, я знаю, есть среди нашей аудитории, кто не пользуется шаблоном об Inspiration, но ходят на эти занятия и используют фишки на своих блогах. Потому что, в принципе, все одно и то же, исключением каких-то индивидуальных особенностей, которые включают в себя шаблон. Но я о них обычно говорю, упоминаю, что вот это вот есть в шаблоне, а если вы не используете шаблон, то, возможно, у вас этого нет. Вот, то есть как бы это упоминается. Ну что ж, сегодня у нас 27 занятие, и мы продолжаем разговор о видео. У нас уже достаточно было занятий по медиафайлам, по загрузке медиафайлов, по изображению, потом мы проходили YouTube, как загружать на YouTube и выставлять у себя на блоге видео с YouTube. В прошлый раз у нас было по Vimeo, и сегодня мы поговорим о нашем хостинге, то есть как загружать видео на наш хостинг, на котором у нас размещается наш блог, и как бы с него размещать у себя на блоге. Такая тоже иногда необходимость есть, тем более, не знаю, я на самом деле такую фишку не использую сама, потому что берегу место на хостинге. Но если у вас его много и видео небольшие, то вы можете тоже загружать свои видео к себе на хостинг. Итак, сегодня мы посмотрим два способа загрузки видео на хостинг через админку блога. То есть мы не будем заходить на хостинге и там грузить. Я сначала подумала, что мы это сделаем, но на прошлых занятиях мы уже говорили о хостинге, и как загружать на файл и так далее, вы можете всегда вернуться. Не будем сегодня повторяться, только пройдемся по админке. Дальше мы посмотрим, какие форматы видео допустимые в WordPress, какие вы можете грузить. Дальше мы посмотрим, где взять ссылку ID на видео в админке. То есть мы его загрузили, а как получить ссылку? Чем отличается ссылка на страницу вложения от ссылки на видео? Это тоже часто очень путаница, получается, тоже мы это посмотрим. Три способа вставки видео в статью, ну это уже традиционно, да, с YouTube и Vimeo мы тоже их рассматривали, и здесь тоже посмотрим. Также мы посмотрим, как создать плейлист из видео, да, то есть несколько видео в одном. И посмотрим, как задать миниатюру к видео тоже. Ну и в конце по традиции викторину, да, для закрепления материала. Мы всегда ее проводим. Ну что ж, готовы? Поехали. Я выключаю на время урока видео, чтобы оно не мешало и не закрывало экран, и в конце уже включу. Так, Ольга спрашивает, где будут уроки. Все ссылки я дам в конце, после занятия. Спасибо.